Доброго времени суточек, уважаемые танкисты. Вот немножко сейчас вам расскажу, как вот я в эту пятницу пришел домой, да, вечерком попил пивка и хотел просто поиграть в танки. И хочу вам сейчас преподнести такое, после чего я взял, после этого боя, нет, я отыграл боев до этого, несколько боев, но вот один из завершающих боев был вот этот вот, когда я взял, отыграл, выключил танки. И больше, ну, совершенно понял, что иной раз прям вот игру прям портят, и не хочется иной раз в эту игру просто играть. Играл я, вижу, попал в топчик, играл я на карте, как это на карте называется, я уже и забыл, у нас хайвей, да, на тяжелом британце, ну, это вроде как бы предисловие. Пошли мы в город, все здесь как бы вроде замечательно, 50% на победу, но не в том суть, конечно, сейчас Е25 пришел меня засветить, потом от арты ничего не получил, ну, не то о том, как я хорошо или плохо играю, я играю так для себя, довольно-таки сносно, вот мой процент, но я еще 27 тысяч боев, это то я, то сын играет, но это не важно. Важно в том, что иной раз, почему бы разработчикам не создать, я хотел сейчас сказать, сервера, хотя бы 1-2, где не играют боты или не играют дети, которые портят буквально всю игру совершенно своим присутствием, просто убрать этих детей с карты, чтобы понимать, что с тобой рядом в команде играют не просто какой-то там 3-летний, 4-летний ребенок, я не знаю, которого там, даже не знает, что в танках ему делать, хотя вот я могу посадить, ну, чтобы дитя не мог играть, даже если я посажу или создал им аккаунт, чтобы невозможно было ему поиграть на каких-то там, пускай, 7-8 серваке, чтобы для них сделали какую-то там такую вещь, что в начале боя, что они не смогут тронуться и после этого заходить на них не будут, что, ну, вот, пускай в начале боя будут цифры ввести там трехзначные, пускай, что там 753 минус там 620 там или там, пускай, даже двузначное минус число, чтобы дитя это не смог бы сделать или пьяный человек совершенно не смог понимать это, что на этом сервере не лез бы, вот она обычно, пускай там 6 серваков у него есть, которые, как они обычно, и пару серваков, чтобы разработчики добавили, это было бы довольно бы смысл добавилось бы, пускай на этом серваках будут взрослые там люди трезвые, мыслящие, и туда, наверное, все-таки пойдет, там будет престижно поиграть и нормально, а не то, что не знаешь, что отжидать команды, вот, что я хотел сказать, вот, я не говорю, что я там играю хорошо, нет, тем более я был выкинувший, и сам у меня, я и в ротных командах командую, когда бывает хороший рот набираешь, то игра идет хорошо, а вот играю в чужих ротах, ну, пошел вот играть после ротных боев, пошел играть в рандомчик, попали, попал сразу в топики, ну, до этого, я сразу скажу, там на 50-120 сыграл, ну, сыграл на куче техники, но не важно, вот завершающий бой, когда совершенно после этого не захотелось играть, попадались мы здесь тяжиками, как обычно в городе, все вышло хорошо, пострелял я там, ну, не знаю, настрелял так, все по-средненькому, ничего сказать не могу, что там у меня игра шла, ну, в любом случае, соображать-соображал, как бы ты не попил пиво, ну, в любом случае, поиграть я поиграл, в команде я хоть что-то там как-то подержал эту сторону, помог там, тяжики наши работали, все было гладко, видите сами, что бой идет довольно-таки как обычно, все по стандартику, но тем временем левый фланг все-таки у нас просирается, и левый фланг забирает, нас приходят эстешечки врагов, сейчас вы это увидите, и практически становится захват, они понимают, что они теряют город, и начинают давить левую сторону, и это у них получается, там у нас, кто, я помню, что, китаец, по-моему, у них 63-ти, сейчас не помню, сейчас скажу вам, кто у них прорвнул, это походу, видите, конечно, вот этот 43, Т-34-3 туда прорвется, и, по-моему, Тайп туда прорвется по флангу, потому они всех в команду раскрошат у нас там, убьют арту, и встану спокойненько на захват, здесь мы пока бодаемся, мне сейчас возвращаться нет, потому что я в любом случае еще держу фланг, да и уйти мне уже потом не дадут, ну, сейчас, в принципе, все это будет видно, ну, это все не о том, как я играю, я вот хочу вам показать концовочку, сама концовочка, в чем заключаться будет, в том, что вот здесь серединочки у нас на карте, где водичка, там, видите, стоит, стоит у нас кромбель и Т-34-85, по-моему, нет, А-43, А-43, по-моему, да, у нас будет там стоять, и Е-25 немножко сзади прикрывает у нас, ну, все по стандартику, сейчас вот дальше можно без уже, наверное, комментария, потому что, в любом случае, сам бой, я не приматываю ничего, увидеть его целиком, все работает, потихонечку получаю тычки, еще раз говорю, я не про игрок, но что-то для команды еще могу все-таки сделать, держал направление, в смысле, стяжеками вместе мы бодаемся, бодаемся, и итог, что меня все-таки сливают, как бы то ни было, как бы я не играл, вот она, Т-34, он не успел и боеклад сделать, и здесь до секунды не схватила у меня все-таки резкость, и Т-34 от меня добирает, вот он, я не успел нажать на кнопочку, либо не разменялись бы, наверное, или все-таки, ну, видать, реакция у парнишки хорошая, или там парень-девушка, ну, в любом случае, да, меня забирают, все, понимаем, захват идет, и вот бы нет бы нашим СТшечкам вернуться, попробовать, что там такое, кто там проковыряет, кто там забирает, видите, город мы уже осилили, там все уже хорошо, у них осталось две арты, ПТшка, которая АТ-7 стоит, мазу их не прикрывает, ну, что нам мешает, полностью, вот сейчас вернуться, сбить захват, ТТ там бодаются дальше с Тяжеками, там с ними СТшкой помогает, но СТшкой получит, куда она влезла, но она получит вроде свое сейчас, и успокоится она, вот захватик, один Тайп, 59-й, молодец, он все-таки решается, ну, как-то у него это плохо получается, жизнь у него хорошо, и все-таки можно было, конечно, почетче покрутить бы с ним что-то еще, видите, он сколько ХП теряет при столкновении, сейчас он хорошо пробивает, и вот дальше он бы мог, конечно, ну, здесь и обвинять этого, это просто мастерство игры, здесь обвинять нельзя человека, вот сейчас не надо было в Клинч крутиться, да, он им подставил на лдшку, его забирают, конечно, ну, все-таки, все-таки преимущество идет за нами, сейчас наши тяжи там еще и доберут арту, и у них останется практически две СТшки, одна ПТшка, которая стоит на базе, АТ7, она никуда не доедет, ей делать нечего, видите, на квадрате Б6, Б7, она еле АТ7, она никуда не ездит, сейчас все бросите, да, и идите сбивайте, ребят, все, и мы победили там АТ7, вы просто с этими тяжиками издалека, и с подсветочкой ее просто разобрать, там уже все, игра закончилась, вот она еще теряет свою арту, команда, практически все сложилось как нельзя лучше, идет захват, уже его вроде там что-то, я помню, даже сбили, да, все там, ну, все потихонечку идет, тут уже пишут, защищайте базу, уже сама команда пишет, ну, я не понимаю, что это такое, не дергаются, не хотят они назад идти, только вот наши таташечки что-то там пытаются в городе, я не знаю, ну, они, если бы раньше, конечно, не одумались, то, может быть, и они смогли бы что-то сделать, не АТ25 не думает об этом, не этот, а смотрите, как время уже начинает уходить, дальше итог, все все-таки бодаются с АТ7, вот она, вот он бот, ну, скажите, в кого он стреляет, вот я про него и говорю, все пишут, да он бот, у тебя там что, все ему пишут, да он, не буду я сейчас с АТ7, ну, что вот он стоит и бьет, ну, что там сидит в нем, что там вообще в нем, о чем человек думает, в кого он там работает, видите, он работает в сторону базы, вот это АТ7, он до него докопался, который на базе, а он не смотрит, что 40 секунд, 39 секунд осталось на базе, ну, вот он стреляет и, вот, и все, ему больше ничего не надо, бот, вот реально бот, стоит и бьет вот этот АТ7, у него уже осталось 12 секунд, а ему все равно, не дитё ли там сидит, или что там вообще, какой там немецил сидит в этом, в этом танке, вы посмотрите, вот Е25, который пошел сбивать, ну, вот он уже поздно, ну, что он там сделает, он собьет, смотрите, 8 секунд, 7, и у него это получится вроде, видите, сбил, 48, вот, все, просыпайтесь, Кромвель, просыпайся, АТ43, Т43, ну, что вам мешает, вот АТ7 все-таки забирает полного фулового Кромвеля, который с ним бодался, стрелял ему в лоб, о чем он думал, я тоже не понимаю, ладно, пускай он красный рак, ну, вот этот тут, который кудесник, или кто он там, на А43, вот он, видите, 1К боев, ну, взял же А43, процент побед хороший, ну, что еще надо, и он продолжает, все-таки ему пишут, не парьтесь, я пишу, что он бод, и люди там негодуют, захват идет, наши ТТшки тоже решили, там все забрали, там все разобрались, АТ7 так и оставили, но и раньше было оставить ее, вот они пошли на сбитие захвата, но опять же, вот только проснулось, это А43, я не знаю, что там у человека, только сейчас он додумался, видите, он на квадрате, F2, только потом он проснулся, подумал, что видишь, что 4 секунды, все, там пишут, ты идиот, и все, больше ничего не могу сказать, вот после этого закрыл игру, и понял, что сервачки нужно иметь не для таких вот идиотов, чтобы люди понимали изначально, хотя бы там сделали какой-то вывод перед боем, чтобы у них было написано, что там 263 плюс там 19, чтобы они понимали, ну, дитё это не сможет все это сделать, трехклассник, четырехклассник, я не знаю, ну, тогда проще что-то еще придумать какую-нибудь такую вещь, чтобы люди не могли просто заходить на эти серваки, которые просто не дают поиграть нормальным людям, ну, просто кто хочет расслабиться от игры, из-за них прям бомбит и подгорает игра. Ладно, спасибо за внимание, ну, вот, как бы надо, пускай разработчики посмотрели бы, ну, они видели это, наверное, миллионы таких есть, ну, вот, моя бомба Лео тоже здесь вместе со всеми присоединяется. Всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание.